Всем привет! И сегодня я продолжаю свое путешествие по соседнему острову Бахоу. А сейчас я заехал на одно из ответвлений на острове Бахоу, так называемый полуостров. Ну и здесь на берегу тоже есть беседочки, где можно просто посидеть, выпить чашечку кофе или просто отдохнуть, полюбоваться океаном. А сейчас я остановился просто отдохнуть на загородной такой дороге возле рисовых чеков. Я сейчас вам покажу, как здесь выращивают рис. Точнее будет сказать, что это не рисовые чеки, а просто рисовые поля. Рис это основной продукт на Филиппинах, как у нас, к примеру, картошка. Здесь рис, основной продукт. Вот такие здесь стоят, типа как домик или беседочка, просто для отдыха. И отсюда можно смотреть, как растет рис. Вот такая тропинка есть, по которой мы переходим с одной такой маленькой беседочки в другую. Здесь можно спрятаться как от дождя, так и от солнца. Кто не знает, рис выращивают либо в воде, либо в очень влажной почве. Но сейчас здесь воду спустили, и он просто растет в сырой земле. Ну, вот так вот выглядит рис. И так я продолжаю свое движение по острову Бахол. И сейчас я вам покажу кафешку, в которой остановился. Я покажу ценный ассортимент, что там есть. Вот, значит, в этой маленькой кафешке вот такие вот булочки есть. Все, любая из них стоит 5 кеса. Вот такие вот по два. А вот такие вот по одному. Это какие-то маленькие печенюшки. Ну, и, конечно, здесь есть чай. Ну, а сейчас я нахожусь на острове Бахол. В населенном пункте с романтическим названием Убей. Вот это у них здесь храм. Это центр, можно сказать, центральный сквер такой. Ну, и, конечно, здесь движение. Елочки до сих пор стоят новогодние. Вот, курочка такая. Вот так вот ее порубили. Вот это вот рис. Ну, и, конечно, кола. Ну, остановился я вот в таком отеле. Отсюда немножко виден порт и океан. Субтитры подогнал «Симон» Ну, и я вам покажу коротенький обзор по этому номеру. Есть здесь вот такое зеркало практически на входе. Что касается санузла, значит, здесь нет зеркала. Также здесь душ вот такой без водонагревателя. Вот с такой дыркой в полу. Ну, как бы вот довольно скромненько. То есть здесь не предусмотрена горячая вода для номеров этой категории. Есть здесь, конечно, сплит-система такая хорошая, которая довольно хорошо дует. И в номере всегда прохладно. Ну, и стоимость такого номера 1350 песо за сутки. Также сюда в стоимость входит Wi-Fi интернет. Скорость, значит, на вход 11 мегабит, на выход 1 мегабит. Ну, для работы с интернетом это вполне достаточно. Значит, номер с видом во двор. Здесь вот такой вот вид. Внизу, естественно, петух. Здесь кокосовая пальма. Петухи здесь тоже кричат. Я это уже слышал. Ну, а окна закрываются. И поэтому здесь не такая слышимость. Потому что пластиковые окна не жалюзи постоянно открытые. А именно пластиковые окна, которые защищают от чума. А сейчас я вам хочу показать место, в котором добывают вот такие камушки. Я не знаю, как правильно называется эта порода. Но это что-то очень похожее на гранит. Вот здесь находится такая гора. Даже какая-то будочка охранная. И вот с этой горы добывают эти камни. Рядом еще такая же гора стоит. Только она еще не начатая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пляжик здесь довольно симпатичный. Народу очень-очень мало сейчас. Иностранцев, европейцев тоже очень мало. В основном местные тут тусуются. Ну и сегодня субботний день. Если честно, у меня особого нет желания купаться именно на этом пляже. Поэтому я предпочитаю лучше отъехать немножко в сторону. Что еще мне нравится на Филиппинах? Здесь никаких нет проблем с парковок. Здесь можно парковаться практически где угодно. Тут нету парковщиков, которые стоят, собирают деньги. Как у нас на Черноморском побережье, где яблок у них где упасть, а транспорта очень много. Рядом с пляжем на пальмах здесь растут такие огромные кокосы, которые уже можно рвать и пить с них кокосовый сок. Рядом здесь находятся вот такие небольшие бамбуковые домики. Вот я приехал на тихий пляж, где никого нет и где можно спокойно искупаться. Редактор субтитров А.Семкин Я нашел красивую такую беседочку, с которой открывается красивый вид. Очень удобно здесь сидеть. И здесь вообще место сказочное. Сегодня очень теплая водичка. Очень чистая, теплая. И купаться сегодня одно удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok